...большая компания, состоящая и из учащихся, и из учителей. И сегодня мы с вами работаем, точнее мы работаем от просвещения вместе с Мариной Викторовной Токаревой. Значит, я Ирина Петровна Чередниченко, методист-эксперт-центр методической поддержки педагога. Марина Викторовна, ведущая методист Центра естественного математического образования, издательство «Просвещение». Большая просьба, времени у вас немного. Если у вас будут появляться вопросы, пишите их в чате. Мы обязательно ответим на них по завершении нашей работы. Ну и сегодня наше с вами занятие посвящено анализу и выполнению заданий разного вида уровня сложности по разделу «Система и многообразие органического мира». Мы выделили только первую часть, учитывая, что я большой раздел. Речь пойдет о заданиях, касающихся таких групп живота организма, как бактерии, грибы, растения и животные. Итак, что проверяется вот этим содержательным блоком и заданиями этого блока? Во-первых, задания проверяют знания о многообразии, строении, жизнедеятельности, размножении живых организмов разных царств живой природы. Ну и о вирусах тоже как отдельной группе живых организмов. А также очень важно, что этими заданиями данного раздела проверяются умения. Умение сравнивать живые организмы разных систематических групп, умение характеризовать и определять принадлежность к определенному систематическому таксону разных живых организмов. И мы бы хотели сегодня, учитывая минимум объема, поговорить о том, что в обязательном порядке нужно знать и уметь для того, чтобы успешно выполнять задания по этому разделу. Прежде всего, надо знать, как правильно готовиться к выполнению заданий по этому разделу. На этом слайде мы привели большой перечень в определенной последовательности действий, которые наши дорогие ученики должны обязательно сделать. Ребята, обязательно в такой последовательности и в таком объеме. И обращаем внимание на то, что первым шагом в алгоритме подготовки к выполнению заданий данного раздела является внимательное изучение по тексту и рисункам учебников материала разделов биологии за основную школу. Это разделы растений, бактерии, грибы, лишайники, животные, ну, человека и его здоровье. И в обязательном порядке внимательное изучение различных объектов, живых организмов, обязательно их строение, обязательно процессы жизнедеятельности и одновременно в трех аспектах. В аспекте структурно-функциональном строении жизнедеятельности, в аспекте эволюционном и в экологическом аспекте. Ну и, безусловно, надо отработать целый ряд умений, касающихся и выявления существенных признаков биологических объектов, умения их сравнивать, классифицировать, устанавливать взаимосвязи между строением и функциями отдельных организмов и их частей, выявлять признаки приспособности к условиям обитания. Очень важным здесь является освоение алгоритмов логических универсальных действий. Надо вспомнить обязательно, как проводится анализ, как проводится синтез, как правильно провести сравнение, аналогию, установить причину и следствие, как привести доказательство аргументированное. Конечно, необходимо отработать умения анализа заданий, условий заданий, потому что они все больше усложняются. Ну и, безусловно, потренироваться в выполнении как устным, так и письменным различных заданий и обязательно с учетом тех критериев, которыми пользуются эксперты для оценки этих заданий. Теперь хотелось бы сказать, а что же использовать в качестве учебников, с которыми надо тщательно поработать? Издательство «Просвещение» предлагает нам несколько учебно-методических комплектов. Я остановлюсь на том, по которому вам, ребята, будет очень интересно и в то же время достаточно легко работать по изучению многообразия живых организмов. Это учебники Владислава Ивановича Севоглазова с 5 по 9 класс. Они все вам обязательно пригодятся. В них в очень доступной научной форме в текстах параграфов изложены основные сведения о строении жизнедеятельности живых организмов. Очень много насыщенных информаций, но достаточно понятных иллюстраций, которые необходимо обязательно вместе с текстом использовать для изучения материала. Ну и, конечно же, для тех, кто заканчивает школу, очень важно, чтобы и 10-11 класс учебники тоже были во внимании, потому что там актуализируются знания о многообразии живых организмов в контексте их эволюционного происхождения и развития и в контексте экологических особенностей. Итак, какие же задания проверяют знания по данному разделу и умения? Это задание первой части. Мы выделяем задание номер 9. Оно у нас по новой модели вот в двух вариантах может быть представлено. Обращаем внимание, работа с рисунком очень специфическое и очень специфическое задание по исключению неверных каких-то признаков. Это задание усложнено таким действием. И задания, связанные с сопоставлением живых организмов и их признаков, групп живых организмов и их признаков и, соответственно, задания на определение последовательности, прежде всего, систематического положения растений и животных. Все эти задания основаны на хорошем знании характеристических признаков живых организмов, характеристик разных групп живых организмов, я имею в виду систематических групп живых организмов. Задания второй части единого государственного экзамена, они представлены, посвященные этому разделу, они представлены заданиями линии 23, 24 и 25. 23 линия – это задания с рисунком. Все больше у нас заданий, которые сосредотачивают внимание, опять-таки, на признаках характеристики животных и растений, соответственно, более детально требуют знать характеристику живых организмов, растений и животных. Ошибки в тексте приходится искать теперь уже очень объемным. По семь, по восемь предложений нам предлагается, и из них всего лишь три остается, и максимум четыре, где есть ошибки, но основаны эти тексты на детальной характеристике живых организмов, если это тексты, касающиеся многообразия живых организмов. Здесь мы привели характеристику бактериальных, характеристику бактерий. Ну и задание 25, 25 линия – это задания, требующие свободного ответа, аргументированного и тоже основанные, соответственно, на хорошем знании признаков живых организмов, принадлежащих к разным систематическим группам. Итак, первое. Мы готовимся по учебнику. На что обращаем мы внимание? Прежде всего, на особенности классификации растений и животных. Обращаем ваше внимание на то, что в систематике растений и животных разные есть систематические категории. В частности, в систематике животных – это отряд и тип. В систематике растений мы рассматриваем такие категории, как подотряд и отдел. И на это следует обращать внимание. И обращаем внимание на иерархичность таксонов в систематике растений и животных. Она должна строго выдерживаться, особенно при выполнении заданий, где последовательность должна указываться систематического положения того или иного живого организма, растения или животного. Обращайте внимание в условии заданий на что, с какой таксономической единицы и в каком направлении требуется составить последовательность, с наименьшей или с наибольшей. Это имеет принципиальное значение. Теперь, как вы уже догадались, все задания по этому блоку, они построены на знании характеристики живых организмов. Как отдельных живых организмов, представляющих определенные группы, так и групп живых организмов, растений, животных и так далее. Мы представляем вам, отсюда представляется важным умение составлять характеристику живого организма. Обобщенная, она выглядит таким образом. По такой характеристике можно составить, по такому плану, точнее, можно составить характеристику Как растений, так животных, так же бактерий, грибов. Ну и в принципе, чуть модернизировав, можно и характеристику вирусов представить. Но тогда, когда речь идет о характеристике непосредственно растений или животных, здесь мы должны обращать внимание на то, что характеристика может быть дана отдельному какому-то живому организму, а может быть дана группе живых организмов. Я имею в виду систематической группе. Например, если это касается растений, то мы сталкиваемся с характеристиками отдела, с характеристикой класса, с характеристикой семейства. И мы здесь привели вам на этом слайде план составления характеристики для каждой группы таксономической растений, если нам необходимо будет составить такую характеристику. Пользуясь такими планами характеристики, составляя характеристики по такому плану, вы сможете выполнить задание и на описание, соответственно, признаков, классов, отделов или семейств растений. Можете и на сравнение задания выполнить, где в качестве критериев будут использоваться соответствующие пункты данных характеристик. Что касается характеристики животных, то она несколько иная, хотя, в принципе, она соответствует тому общему плану, который мы с вами показали в предыдущем слайде. Значит, связано это с особенностями царства этих живых организмов, поэтому мы предлагаем обобщенную характеристику для животных. Она слева дается из пунктов систематическое положение строения живых организмов, где выделяется тело, его части, покровы, полости, наличие и вид полостей, соответственно, и жизнедеятельность, где мы выделяем все системы органов, соответственно, и процессы жизнедеятельности. Пищеварительное питание, дыхательная система, дыхание, кровеносное кровообращение и так далее. И особо выделяем в жизнедеятельности признаки, которые являются особенными для определенной группы живых организмов. И мы привели здесь в данном случае справа характеристику конкретному живому организму, дождевому червю, значит, по данному, соответственно, плану. И опять хотели сказать, что именно такая характеристика позволит грамотно выполнить задание, если вопросы будут касаться каких-то элементов строения или жизнедеятельности живых организмов определенной группы. Или, например, необходимости сравнивать, предположим, живые организмы разных групп. В данном случае характеристика, ее пункты будут являться критериями для сравнения. Обращаем внимание, что задания сейчас, которые базируются на характеристике живых организмов, они требуют очень много элементов ответов. Ученики наши очень часто дают большое количество ответов, но при этом не группируют их под тем пунктом характеристики, которые мы сейчас указываем. То есть, например, дают несколько признаков жизнедеятельности живых организмов, допустим, особенности пищеварительной системы, дыхательной и кровеносной, и рассматривают их как отдельные признаки, которые должны быть представлены. На самом деле, они в эталонах ответов представляются в группе процесса жизнедеятельности или системы органов. То есть, рассматриваются экспертами таким впоследствии, как один элемент ответа. Вот поэтому особенно обращаем ваше внимание, что вот план характеристики, который мы предлагаем, он позволяет грамотно структурировать ответ, особенно требующий ответ на задание, в частности, 25-й линии, требующий свободного ответа с большим количеством элементов ответа. А теперь еще один совет, который касается момента, когда приходится сравнивать систематические группы живых организмов или живые организмы разных систематических групп, можно так сформулировать. Ну, например, сравнить, предположим, птиц присмыкающихся, присмыкающихся млекопитающих. Ну, чаще всего именно классы предлагают сравнить. И вот для того, чтобы мы грамотно выполнили сравнение, надо помнить, что обязательно мы основываем это сравнение на характеристике живых организмов разных классов. И прежде чем выполнить сравнение, то есть выявить различия и сходства, мы должны сначала представить характеристику, соответственно, одного класса и другого по определенному плану. Причем сначала в характеристике перечисляются признаки типа, потом, соответственно, признаки класса. Ну, или наоборот, но мы должны иметь в виду, что признаки класса, признаки классов, это как раз будут те признаки, по которым классы будут различаться друг от друга, а те признаки, которые характерны для типа, которому эти классы принадлежат, это будут признаки сходства. И здесь, в этом задании, остается лишь только, значит, как сказать, выделить грамотно критерии. Мы вам подсказали, какие критерии для сравнения здесь необходимо использовать. Все они на основе плана характеристики живых организмов. Ну, и, наконец, вопрос о том, что помогает умение, точнее, выполнить характеристику и на какие еще задания это умение помогает дать ответы. Прежде всего, на основе характеристики мы выделяем черты прогрессивного развития, а таких вопросов у нас очень много в итоговой аттестации, и черты приспособленности к условиям жизни. Вот все наши советы, если они будут использованы, еще один совет — использовать таблицы, если необходимо представлять характеристику отдельных живых организмов или группы живых организмов, таксоны, если вы эти советы будете использовать, вы, ну, как сказать, ну, скажем, практически избежите ошибок. Или сделаете их минимальное количество, но вот они все-таки случаются, и я сейчас передаю слово Марине Викторовне Токарю, она как раз расскажет о том, какие ошибки могут допустить ребята при выполнении таких заданий. Марина Викторовна, ваше слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рады всех приветствовать от группы компании «Просвещение». Думаю, меня хорошо видно и хорошо слышно. Если какие-то проблемы со связью, пожалуйста, об этом напишите в чате. Ну, и я действительно хочу сегодня сказать вам огромное спасибо, что вы нашли время и подключились к нашему вебинару, поскольку, конечно, подготовка к ЕГЭ для всех тема очень важная, и задания по системе многообразия органического мира и по бактериям, и по грибам, по растениям, и по животным. У нас эти вопросы встречаются, как и в ОГЭ, в девятом классе, кто в этом году будет задавать. Я думаю, что такие тоже нас сегодня слушают. И, конечно, мы сегодня говорим про эти задания в рамках ЕГЭ, поэтому, конечно, проблемы эти обсудим. Ну, сразу хочу сказать несколько слов про статистику, что наш с вами предмет «Биология» входит в тройку популярности предметов, которые сдают на ЕГЭ. И в девятнадцатом году 131 тысяча учеников выбирали наш с вами предмет «Биология». Но средний балл был 52. Думаю, что мы в этом году с вами все получше подготовим наших ребят, и ученики покажут, конечно, лучшие результаты. Но если говорить непосредственно про те сложности, которые могут возникать при изучении раздела «Систематика и многообразие органического мира», и какие самые типичные ошибки из года в год встречаются в работах наших ребят. Давайте посмотрим на этот слайд. Первая позиция – это ребята не очень хорошо справляются с рисунком, где изображена зона корня, и не могут установить ее характерные признаки. И только 41% учащихся показывают хорошие результаты. Ну, давайте это возьмем на вооружение. На дворе только апрель. Мы обязательно с вами подготовимся, почаще будем изучать этот рисунок. Может быть, возьмем разные учебники, разные пособия, где даются зона корня, чтобы когда ребенок, если вдруг на ЕГЭ, увидит это задание, и рисунок в каком-то новом оформлении, никакого не было волнения, что он не сможет справиться. То есть для него изображение будет понятным и уже знакомым. Следующая проблема какая может быть? Конечно, это тип нервной системы. Мы с вами как педагоги знаем, что тоже тема непростая. И только 45% детей сумели правильно определить тип нервной системы у позвоночных животных. Ну, давайте не будем лукавить. Действительно, нервная система и на УГЭ задания вызывают некоторые сложности, и на ЕГЭ задания не сказать, что из легких. Многие процессы, происходящие, не очень понятны детям в плане нервной системы и особенностей. Но, опять-таки, повторяя этот материал неоднократно, я думаю, что ребята смогут, конечно, усвоить и разобрать эти вопросы. Ирина Петровна говорила про последовательность таксонов. И действительно, 67-70% выпускников – это средние показатели, которые ребята хорошо выполняют эти задания. А вот сопоставлять организмы разных царств – это следующая позиция – с их характерными признаками – умеют в среднем 40% детей. И поэтому Ирина Петровна более подробно, конечно, вам сказала о том, что вот эти сравнительные вещи и различия, да, и признаки сходства, по каким, так сказать, лучше идти алгоритмам, я думаю, что это тоже будет такая шпаргалочка нужная, чтобы, конечно, в 2019 году ребята значительно лучше выполнили эти задания, где мы говорим про сопоставление организмов. Плохо сформированными оказались умения определять изображение организмов на рисунках и устанавливать отличительные признаки типичных организмов. Что касается отдельного вопроса про именно работу с рисунками, это тоже, наверное, такая тема довольно-таки сложная, потому что действительно много разных изображений может быть в вопросах на ЕГЭ. Детки иногда теряются, увидев просто тот или другой объект под новым ракурсом, в таком другом изображении, и уже забывают, да, что изображено и где что находится. Поэтому отдельно, конечно, уделяем внимание тем заданиям, где есть иллюстративный ряд. Хотя нужно сказать, что иногда и в самих заданиях есть некоторые, так сказать, неточности от того, как выноска идет, и не всегда с первого раза даже нам с вами, как экспертом, понятно, о каком именно объекте или что, так сказать, мы должны с вами определить, что показано цифрами. Ну и красный. Я здесь специально отметила то, что у ребят получается неплохо, то, что участники демонстрируют знания, характеристика организмов и царств бактерий, грибов, растений, животных, основываясь на систематические таксономические категории и умеют устанавливать последовательность. То есть в этом действительно наши с вами ребята преуспевают. Ну, коллеги, если говорить про особенности выполнения заданий, если мы сравниваем, например, среди растений представителей и среди животных, как показывает практика, большие трудности вызывают те вопросы, где идет речь про растения. Поэтому я сегодня подобрала больше примеров про растения. Я для себя попыталась ответить на этот вопрос, ну почему же ребята не очень могут показать хорошие результаты в тех заданиях, где мы говорим про растения. Ну, во-первых, растения далеки от нас с эволюционной точки зрения, гораздо дальше, чем, например, животные. Поэтому для растений сложно провести аналогии со строением человеческого тела. И у растительного мира много уникальных особенностей, которые иногда ребята не очень могут усвоить и понять. И в этом, может быть, такая будет рекомендация, что даже те темы, которые ребенок никак не может усвоить и понять, ну просто никогда не получается, нужно найти мне что-то интересное. И когда себя заинтересовываешь, то, конечно, эти задания выполняются значительно лучше. И уже как бы к ним относишься, так сказать, более спокойно. Поэтому, коллеги, что касается и вопросов про растения, про животные, конечно, мы их с вами изучаем в 6-7 классах. А на ЕГЭ выходим в 11-м и кое-что забывается. Это тоже никак нельзя сбрасывать со счетов. Но, слава богу, сейчас есть время для того, чтобы вот эти проблемные темы еще раз посмотреть, еще раз изучить. Особые трудности возникают при выполнении заданий, когда мы с вами должны выбрать несколько верных ответов, например, из 6-ти. Вот как раз здесь пример, это задание номер 5, 3 верных ответа из 6-ти. И записать в таблицу цифры, под которыми они указаны. Здесь речь идет про признаки, характерные для растений класса двудольные. Коллеги, конечно, раньше, вы вспоминаете, когда только мы с вами начинали сдавать ЕГЭ, были задания, где можно было выбрать только один верный ответ из 4-х. И, конечно, было проще. Ребята, где-то, в этом угадывании, могли, как сказать, интуитивно ответить здесь, что верный ответ 1, в следующем задании ответ верный 2, в третьем 4 и так далее. Сейчас, конечно, уже сложнее выбрать именно верные ответы из 6-ти, из большего количества. Поэтому, выполняя такие задания, я считаю, вначале нужно себе просто ответить на вопрос, что же являются отличительными признаками, характерными для класса двудольных. И когда ребенок вспоминает для себя про эти основные признаки, то уже, имея дым исключения, он сможет дать верный ответ. Давайте посмотрим, какие же здесь признаки у нас для двудольных перечислены. Сразу вспоминаем, что, конечно, цветок 4-5-членного типа – это характерный признак двудольных, поэтому цифру 1 мы отмечаем, и это будет действительно правильно. Ну, вижу, что Наталья у нас с Таюниной уже отличница. Молодец, Наталья. Вы у нас сразу отметили 2 семидоли зародышевым семенем. Это абсолютно правильно. Нужно просто даже на уровне, так сказать, ассоциаций понимать, что двудольные две семидоли, одна семидоли – однодольные. Просто чтобы хотя бы у ребят это четко, так сказать, отложилось, и хотя бы с этим не возникли никаких ошибок. Но теперь нужно разобраться с желкованием листьев. Конечно, нужно разобраться с креневыми системами. И если ребенок изначально отвечает себе на вопрос про характерные признаки двудольных, то, естественно, он никоим образом не отметит корневую систему, которая неверная, и поэтому правильный ответ здесь будет достержневая корневая система, а дуговое желкование листьев и параллельное желкование листьев ребенок не будет брать во внимание, поскольку это признаки однодольны. Таким образом, коллеги, выполняя такие задания, самое главное, я считаю, чтобы наши ребята сумели до конца прочитать все изложенные позиции. К сожалению, дети иногда спешат, времени мало. Стрессовые ситуации, ЕГЭ, они до конца не доходят и не дочитают все положения, и из-за этого дают неверные ответы. Поэтому никуда не спешим, глубоко вдохнули, выдохнули, вспомнили характерные признаки двудольных, которые здесь нужно отметить, и методом исключения, что не подходит, как раз ответ 1, 3, 5 будет верным. И сколько у нас с вами дается место клетчик, столько мы с вами и отмечаем верных ответов. Но мы отдельно говорили, что у нас бывают сложности про задания, которые являются заданием на установление соответствия. Из года в год на ЕГЭ ребята показывают не очень хорошие результаты, хотя очень странная для меня история. Мы эти задания включаем и в начальной школе, кто изучает курс окружающий мир, ребята понимают, что от них требуется. Может быть, неверно, просто оформляют записи, из-за этого вкрадывается ошибка. Но самое главное, здесь также надо понимать, что мы должны установить соответствие между признаками растения и классами покрытосеменных, для которого они характерны. То есть каждой позиции в первом столбце подбираем соответствующую позицию во второго столбца. И здесь, естественно, я, коллеги, не случайно на этом слайде привожу прекрасную таблицу. Она, к сожалению, не завершенная, чтобы было, если у нас сегодня ученики тоже на вебинаре, ребята сами дальше ее завершили. Это признаки двудольных и однодольных. Но вы знаете лучше меня, что систематизировать информацию в табличной форме всегда значительно удобнее, значительно проще, поскольку будем ли мы с вами просто перечислять, что характерно для однодольных и двудольных, это будет, так сказать, многоисписанного текста мелким почерком, а в табличной форме это все наглядно. И я своим детям всегда говорю, прямо эту таблицу заполненную повесьте в то место, где вы чаще всего бываете, у кого-то это ванная, у кого-то это кухня, кабинет, чтобы хотя бы зрительное восприятие информации, запоминание, что происходило, и вы хоть ночью вас разбудили, могли сказать, что количество семидолий у нас отличается у двудольных, у однодольных, у двудольных две, у однодольных одна. Какой у нас с вами цветок? Пятичленный, четырехчленный или многочленный это у двудольных, все усложняется, все самое простое, это трехчленный цветок у однодольных. Листья, да, какие у нас? Стебель, зародовавшие корешки или корневая система. Ну, я сказала вначале, что таблицу я не завершила, чтобы было, так сказать, и, пожалуйста, для творчества, деятельности для вашей, поэтому здесь можно добавить, кроме и стебель, и корневая система, жизненную форму, что у двудольных деревьев, кустарники и травянистые растения встречаются, а у однодольных травянистых растений и крайне редко древесные формы. Можно про опыление, также вспомнить про число семей, с примера растений, кому это удобнее тоже, чтобы зрительно воспринимать эту информацию, зафиксировать. И тогда, естественно, повторяя вот такой табличный форме материал, ребенок абсолютно без проблем, так же, как у Валентина Кровец, записала верный ответ, что характерно для у нас до однодольных и двудольных. Какой ответ будет восприниматься как верным? 1, 1, да, дальше проверяем себя, кто отвечает. 2, 2 и 1. И действительно, тогда ребенок зарабатывает максимальное количество баллов. Следующая проблемная, так сказать, область при выполнении заданий, будь то на УГЭ, хоть на ЕГЭ, как показывает практика, детки не умеют работать с рисунками. И только 26% ребят на ЕГЭ по биологии правильно выполняют эти задания. На мой взгляд, чудеса, потому что много иллюстраций в наших учебниках, в наших пособиях, много объяснений. Но то ли не четко показана действительно выноска, о чем идет речь, то ли, может быть, ребенок, увидев объект в каком-то новом, так сказать, изображении по одному углу зрения, уже не видит, что это гидра. Хотя вопрос, на мой взгляд, это совершенно несложный. Я здесь не случайно привожу именно это задание 9, к какому типу относится животное, изображенное на рисунке, и что обозначено цифрами 1 и 2. Конечно, мы с вами вспоминаем, где у нас энтодерма, внутри энтоэк, эктодерма, да, цифрами. И нужно написать других представителей, вспоминаем про всех кишечно-полосных, кто из ребят был в Красном море, отдыхал, если где-то в Египте или в каких-то других интересных местах, где встречаются кораллы, тоже, пожалуйста, все эти обитатели должны быть в этом ответе перечислены. Но самое главное, здесь не писать лишнего, для вопроса открытого типа, а сконцентрироваться и самую суть, как бы отметить, чтобы этот ответ был засчитан. Кроме того, коллеги, проблемы с корневыми системами, проблемы с рисунками, где мы внутреннее строение объектов по зоологии показываем. Опять-таки, то ли дети теряются, то ли не понимают, что от них требуют, то ли забывают эти изображения. Я считаю, что просто лишний раз, вот именно, когда мы готовимся к ЕГЭ, нужно уделить внимание работе с иллюстративным рядом в различных изданиях. И как сами говорят стобальники, что они получили на 100 баллов прорешая множество-множество разных-разных заданий. То есть, когда начинаем их щелкать как орешки и также рассматривая задания, где дают иллюстративный ряд у ребенка, уже на ЕГЭ будет совершенно не сложно. Но я здесь также привожу пример про задание, это номер 10, которое требуется от ребенка сформулировать, так сказать, свою точку зрения. Это задание открытого типа. Почему зеленую и в Глену одни ученые относят к растениям, а другие к животным? Укажите не менее трех у нас причин. Естественно, коллеги, дети хотят в этих заданиях написать все, что они знают про Глену зеленую, про все ее особенности, но этого абсолютно не требуется при выполнении этого задания. Нужно понимать, что если вам указали здесь не менее трех признаков, поэтому 5, 10 и 25 писать смысла нет. Только мы с вами теряем время, теряем свои силы, и этого никто не засчитает. Вам большее количество баллов задания уже ни эксперта не поставит. Поэтому основное, что здесь нужно, конечно, написать, что как растение, и в Глене зеленое, у нас содержат в клетках хлорофилл, и осуществляется процесс фотосинтеза, сходство с животными, это питание гидротрофное, и как животное, это способ передвижения. То есть то, что вполне удовлетворило бы экспертов, если мы напишем действительно эти варианты вот в задании номер 10. Но опять-таки, основная сложность у ребят, кто на ЕГЭ не успевает решить и выполнить все задания, что мы в части 1 очень долго сидим над разными заданиями, и не доходим до части 2, которая приносит нам максимальное количество баллов, а я всегда детскому советую, чтобы было включено, просто, знаете, как внутри себя какой-то временной механизм, что 5-10 минут мы можем с вами потратить на любое задание части 1, задание части 2 мы имеем право только выполнять 15-20 минут. Если мы сидим уже над заданиями под 30-40 минут части 2, мы понимаем, что другого задания мы просто не успеваем дойти, и что-то тогда мы можем выполнить, опять-таки, не очень правильно. Поэтому самое главное это краткость, отвечаем на те вопросы, о которых идет речь в задании. И следующий совет, который я даю всегда, когда мы ведем вебинары по ЕГЭ и про ОГЭ, есть такая практика, что когда ребенок на ЕГЭ отвечает на задания, в идеале, если он в первую очередь выполняет те задания, отвечает на те вопросы, на которые он точно знает ответ. Если он читает задания и затрудняется сразу ответить, пропускаем. Лучше к нему вернемся потом, когда останется резервное время, поскольку пройдя сначала и выполнив все задания, в которых ребенок уверен, он таким образом на 10% лучше покажет результаты, если будет сидеть и, так сказать, терять силы, нервничать, стрессовая ситуация, и не сможет тогда дойти до части 2. Вы уже понимаете, все-таки 3,5 часа в таком эмоциональном режиме стресса, и в заданиях части 2 нужно еще, чтобы мозг у нас функционировал, так сказать, полную силу, а он бедный будет отвлекаться на те задания, в которых он не очень силен. Но следующий слайд, конечно, про задания, которых очень много, когда спрашивается про установление последовательности, и нужно расположить систематические группы животных, например, начиная с самого крупного таксона. И в таблицу записываем соответствующую последовательность цифр. Здесь есть несколько нюансов. Это могут быть растения, это могут быть разные представители животных, это мы можем начинать с самого крупного или, наоборот, с самого низкого таксона. Поэтому тоже учим детей внимательно читать задания, чтобы не запутаться, кто у нас с вами, где будет расположен. Но, естественно, вспоминаем наши учебники, а и в учебниках Владислава Ивановича Севоглазова есть примеры классификации. Это пример из учебников под редакцией Пасечник, 50-11 класс, Линия жизни, которые доставили просвещение, тоже выходят, где, я считаю, при выполнении этого задания нужно, опять-таки, вначале показать, куда у нас отнесутся хордовые, с которых мы все начинаем, как тип. И, естественно, правильный ответ будет в начале 5, он будет здесь, потому что от самого крупного таксона же идти. И сразу вспоминаем, что должно все закончиться зайцем беликом, который будет в последней у нас с вами клеточке, но и уже, когда остается у нас с вами в ранжировке 4 клеточки, будет проще разобраться, кого же куда соотнести. Ну, как показала Ирина Петровна, и как мы с вами, опять-таки, видим на нашем рисунке, все у нас начнется с отряда, и детей я учу запоминать окончание, отряд зайцеобразные, это будет правильный ответ, второй, да, то есть будет, как уже нам подсказала, сейчас смотрю, Валентина Кровец, все ли правильно нам показала, да, Наталья Стюнина, тоже нам правильно все показала, и Светлана Черновова, вы наши отличницы. Значит, коллеги, будет верный ответ, как все начинается с Кордовых, дальше у нас с вами будут, естественно, два млекопитающие, следующий ответ будет, это зайцеобразные, после зайцеобразных вспоминаем про семейство, это, естественно, зайцевые, поэтому будет ответ четыре, и следующий верный ответ, это зайцы, опять же, я учу про окончание, что род, да, и какие у нас окончания, зайцы, никогда не могут быть зайцеобразные, и так далее, и таким образом, вот мы с вами две клеточки сначала исключили, а потом уже простроили, исходя из отряда, семейства, рода и вида, но вместо вида зайцев велика, у нас может быть, пожалуйста, и зайцев в усах, в зависимости, но какое задание ребенку достанется, самое главное, здесь не растеряться, сконцентрироваться, и естественно, вот этим методом исключения, куда сразу пойдут кордовые, наши самые, так сказать, высокий таксон, крупный, и зайц, беляк, самый последний, а когда уже остаются четыре клетки, естественно, четыре клетки структурировать ЧМ6, значительно проще, и ребенок, конечно, с этим заданием легко справится. Следующее задание, которое тоже из года в год выполняется не очень хорошо, когда идет сравнение про систематизацию, сравниваем объекты и так далее, особенно, где еще и есть иллюстративный ряд, хотя я здесь на слайде не случайно показываю примеры из рабочих тетрадочек, это ОМК, линия жизни, это редакция Пасечника, где, естественно, мы даем с вами примеры, иллюстрирующие морфологическое сходство различий у животных и растений, и ребенок должен высказать предположение о причинах сходства и различия, то есть мы сравниваем, да, и это, понятно, раздел чуть другой, но главное, что изображенные объекты и какие критерии тоже мы для сравнения выбираем, но нам с вами ближе, естественно, строение цветка, тоже таких заданий очень много, когда дают нам разные представители, которые мы должны сравнить, да, и вот здесь как раз наш вопрос, цветок и вишни и тюльпаны, и подписать их основные части нужно, и назвать типы цветка характерны для этих растений, а здесь нужно знать про психологические особенности наших детей, что все дети, и мы с вами, кстати, быстрее отмечаем различия, чем сходство, поэтому обращаем особо на это внимание, то есть то, что принципиально различается, это как-то сразу бросается в глаза, поэтому ребенок всегда, где у нас какие-то сравнительные вещи, как раз про различия и должен говорить, ну, это может быть внутреннее строение, это, например, птицы, это может быть какие-то другие еще объекты, которые мы также сравниваем и в первую очередь отмечаем именно про различия, а потом уже черты и сходство также называем, но, что касается коллегии объема материала по биологии, вы прекрасно понимаете, что биологию мы с вами изучаем с пятого по одиннадцатые классы, а если быть честными друг с другом, то в общем первоначальной школе уже ребята первое представление о биологических объектах получают, про строение клетки, да, минимальные какие-то знания и так далее, поэтому, конечно, с пятого по одиннадцатые классы, семь лет, мы с вами на каждом уроке даем много новых терминов, много новых понятий, ребенку довольно-таки сложно их и изучить, их запомнить, уметь имеранжировать, не просто вызабрить, этого будет недостаточно, ты не ответишь на вопросы по сравнению, если ты будешь только, так сказать, вызабришь какой-то материал, а именно главное уметь и использовать эти знания в разных, разных ситуациях, когда у тебя будут вопросы в табличной форме и вопросы на установление соответствия и вопросы по классификации и так далее. Ну, естественно, коллеги, если говорить про задания на ЕГЭ части 2, которые нам приносят с вами максимальные количества баллов, то я хочу озвучить интересную тоже статистику 2019 года, поскольку в части 2 высокого уровня сложности задания, но мы за них можем получить за них и получить максимальное количество баллов. Ирина Петровна говорила про линию 23 на анализ изображений биологических объектов, средний результат, который показали наши дети, это только 31%. То есть все-таки, коллеги, сложная линия 23, давайте сейчас вот в апреле, в мае больше уделим внимание этим заданиям, поскольку 3 балла, максимальное количество баллов получил только 10% участников. Поэтому, зная эти цифры, что такое 30 баллов? Одна треть учеников только может выполнить задание линии 23, но тогда нужно только лишний раз побольше позаниматься и эти темы повторить. линия 24, которая тоже нам может принести максимальное количество баллов, где мы анализируем биологическую информацию, но только 26,9 детей по биологии, кто знает ЕГЭ, могут найти и исправить ошибки. Но и только, так сказать, совершенно верно выполнить максимально это задание справились 5% учеников. То есть у всех были какие-то нюансы, что-то не дописали, что-то не поняли, что-то не объяснили, поэтому опять-таки вопрос про анализ биологической информации, анализ текстового материала, анализ иллюстративного ряда, этому тоже нужно, конечно, нам с вами уделять побольше внимания. Линия 25, разброс составил 13-50%. Позже охарактеризовали растительные организмы, но высокие результаты показали, где характеристика хордовых. Опять-таки возвращаемся к началу моего выступления. С растениями вообще сложности, они от нас, давно их изучали, многое, что позабыли, животные нам как-то все-таки ближе, какая-то связь с человеком, много каких-то параллелей можно провести, но не отчаиваемся. Давайте сейчас за последние наши с вами денечки перед егэ постараемся тоже про растения повторить и изучить более подробно материя. Ну и коллеги, конечно, все задания, где мы работаем с таблицами, где даем сравнительные характеристики, должны их заполнить. Это тоже множество примеров есть в наших учебниках и в комплекте под редакцией пасечник «Линия жизни». Вот, пожалуйста, здесь пример 6 класса, используя текст на страницах, составьте сравнительную таблицу строения клеток грибов, растений и животных. И повторюсь, что систематизация информации всегда проще в табличной форме, если ребенок просто будет описывать строение клетки гриба или строение клетки растений или животных, сколько он испишет у нас мелким текстом страничек в тетрадочке, а в табличной форме это будет все наглядно и это являться будет своеобразной шпаргалкой для повторения материала перед ЕГЭ. Ну и отдельно скажу, что в учебниках Владислава Ивановича Севоглазова есть такая рубрика «Работаем с таблицами», где ребята и сами составляют табличные всякие варианты заданий или заполняют таблицы, то есть опять-таки работа с таблицей, к сожалению, и при выполнении заданий в нашем разделе системы многообразия органического мира, к сожалению, иногда западает, поэтому обращаем особое внимание на табличные эти примеры, стараемся, чтобы ребята и правильно выполняли эти задания, вы знаете, что на ЕГЭ знать биологию это одно, но верно вписывать ответ это тоже очень важное умение, которому нужно уделять особое внимание. Следующий, наверное, слайд, о котором нужно сказать, это, конечно, про работу с текстом, когда мы находим ошибки, и что здесь ребята не делают, дети не умеют иногда показать, почему это неверное суждение, то есть нужно не только исправить, но и объяснить, что было неверно в этом предложении, поэтому отдельно эти задания, я считаю, нужно рассматривать, отдельно нужно их обсуждать, отдельно ребят нужно учить и искать ошибки, объяснять, какие ответы неверные, но и вот развернутые вопросы, такие как седьмой пример, когда мы говорим про бедоносную пчелу, и нужно дальше рассказать про обязанности между особей пчелиной семьи, тоже самое главное в таких вопросах написать именно о том, о чем вас спрашиваются, чтобы не уйти куда-то в дебель, не писать ничего лишнего, поэтому коллеги, я не случайно на этом слайде хочу показать разворот из нашей книжечки серии «Я сдам ЕГЭ», где авторы Петровсова-Мазяркина, и вы знаете, если просвещение не выходит, и мы авторов очень слезно просили дать именно развернутые ответы, чтобы ребенок понимал, как он должен на ЕГЭ что писать, как выполнять. Вы видите, развернутые ответы, объяснения, то есть тут все кратко, лаконично и понятно. которые готовятся к сдаче ЕГЭ по биологии даже могут начинать с не только вопросов, но и с развернутых ответов, чтобы научиться именно излагать правильно свои мысли и краткость у сестра таланта. Что касается помощь изданий, вы знаете, в издательстве просвещения для 10-11 класса выходят учебники Севоглазова Ивановича и базовый уровень, планируются учебники профильного уровня, но в федеральном перечне также уже учебники под редакцией пасечника и базовый уровень и углубленный уровень. Все, кто работают по линии 5-9 под редакцией пасечника в 10-11 классе вы можете уйти либо на базовом учебнике, либо на профильный. Естественно, они отличаются, что на базовом уровне мы изучаем один час в неделю биологию, как и в 11 классе, а в профильных классах учебники углубленного уровня рассчитаны на преподавание 3 часа в неделю в 9 классе, 3 часа в неделю в 11 классе. коллеги, естественно, учебники для углубленного изучения биологии отличаются тем, что мы даем отдельно рубрику подготовка к сдаче ЕГЭ. Есть очень интересный раздел шаги в медицину, где мы даем интересные примеры для тех, кто интересуется биологией медицины, очень много интересных открытий, последние достижения и на стыке биологии и медицины, что происходит, и про раковые опухоли, и про онкомаркеры, и про все наши изменения, которые есть в биологии, а 21 век это век в биологии, да, наша с вами наука не стоит на месте, поэтому все это, конечно, включается в наши учебники. Дидактические материалы, программные материалы, также все предлагается. Что касается вот рубрики «Готовимся к экзамену», буквально на секундочку остановлюсь, что есть и решение этих вопросов, разбираем, если это были последовательность ДНК или РНК, или рассматриваем какие-то примеры из других наших тем, то здесь также даются всегда и решения, и отдельно даются ответы, то есть ребенок понимает, как он это задание должен выполнять. Может, кто-то детей пропустил в классе, когда эту тему изучали, кто-то сам повторяет по учебнику «Материал», то есть такая подсказочка есть, рубрика «Готовимся к экзамену». Долгие годы издаются и переиздаются учебники под редакцией «Шумного дымшица», но вы их лучше знаете как учебники Рубинского, это углубленный уровень, 25 лет мы их действительно грузим вагонами в разные регионы Российской Федерации, это учебники добротные, действительно, где многое что дополняется, и по экологии новые параграфы у нас включены, и про ГМО, и про эволюцию, то здесь действительно все изменения, которые есть сегодня по биологии, также все это включаем в наши книги, есть методические рекомендации и дидактические материалы. Очень грустно, вот мы ездим в регионы с Римской Петровной, и люди, к сожалению, педагоги не знают про практику, который выходит в серию учебников «Шумного дымшица», но его можно универсально как издание отдельно использовать, кому интересна биология, где интересны и лабораторные работы, практические работы уникальные, очень интересные фотографии, на основе которых тоже нам можно проводить такие интересные исследования. Ну, коллеги, сегодня серии задачники тоже заслуживают особое внимание, поскольку по биологии вот выходит такая книжечка, куда входят и задания по типу олимпиадных, задания по типу ЕГЭ, но если кто-то из вас еще является учителем и химии, и физики, и астрономии, пожалуйста, своим коллегам расскажите, что это большая издательская серия. Я думаю, что она тоже вас заинтересует, и вы сможете ей пользоваться, когда с ребятами повторяете какие-то вопросы по ЕГЭ. Ну, сегодня было много разных изданий озвучено. Естественно, наверное, будет вопрос, где приобрести нашу литературу, тем более, кто в начале вебинара подключился, вы видели, что сейчас проходит промо-акция, вы можете зайти на сайт издательства просвещения www.pros.ru и потом вы попадаете в интернет-магазин наш, где, пожалуйста, представлена литература, вы в корзиночку вот здесь вносите необходимые издания, это могут быть рабочие тетради, вот, пожалуйста, к учебнику Севоглазово по цене указано здесь 158 рублей, все время учителя спрашивают про программы, что у нас с программами, обращая внимание, вот они на сединенном оформлении выходят, и к учебникам и Севоглазово Владислава Ивановича выходит программа, и к учебникам линии жизни 5-9 есть программа, к базовому учебнику, к профильному линии жизни, по Рувинскому это наш учебник под редакцией Шумного Дымшица, поэтому, коллеги, кто из вас работает по нашим УМК, имейте ввиду программные материалы, все издаются, и мне грустно слышать, когда учителя рассказывают, что в летний период, когда отпуск, сидят и пишут для своих учебных заведений программ, не зная, что у нас выходят эти материалы с пояснительными записками, со списком лабораторных работ, действием планирования, то есть действительно, коллеги, для вас с помощью эти акторские материалы, вы можете, конечно, и в своей работе, в профессиональной деятельности использовать. Ну, коллеги, на этом мы можем прощаться, но я вижу, что было много вопросов, я постараюсь сейчас ответить на те, которые, да, как бы, в моей компетенции, и дальше, наверное, слово передам Ирине Петровне Чередниченко. Коллеги, работа для тренировки по выполнению заданий, ориентируйтесь на сборнике ФИПИ, Ирина Петровна пишет, спасибо, Ирина Петровна. Коллеги, я также вас призываю ФИПИ, это не засекречена никакая-то информация, вбиваем в интернете, там и образцы, интересные рекомендации, но каждый год, как мы с вами видим, одни варианты представлены на этом сайте, но ребятам у нас с вами на самом ЕГЭ бывают, остаются какие-то другие задания. Так, для тренировки, да, скажите, линия жизни, учебник 9 класса по общей биологии. Анна Крюк у меня спрашивает, да, у нас есть учебник линия жизни, правильно, общей биологии мы там изучаем два часа в неделю, добротное, хорошее издание и завершенная линия с 5 по 9 классы. Что касается дистанционное обучение, люди тут пишут, да, заметки подготовки рабочей тетради, про углы, коллеги, про отмену, ну, мы, к сожалению, не владеем такой достоверной информацией, поскольку мы все-таки как представители издательства просвещения сегодня выступаем, но я думаю, что если будут какие-то приказы, изменения, конечно, мы с вами об этом узнаем. Что касается сборника про ЕГЭ, то, конечно, коллеги, я вам сейчас, извините, я должна просто буквально к столу, к своему рабочему отойти, чтобы эту книжечку взять в руки, и мы с вами ее увидим. Посмотрите, пожалуйста, вот наше издание, я сдам ЕГЭ, это биология, кому нужно, посмотрите, тренировочные задания, и у нас выходит она в двух частях. Уважаемые коллеги, я на этом буду с вами прощаться, слово предоставляю Ирине Петровне Чередниченко, которая, может быть, что-то дополнит и ответит на ваши вопросы. Я, конечно, вам желаю здоровья и благополучия, приглашаю сегодня на онлайн-урок. Я в 16.30 буду вести по теме память и обучение. Кому интересно, пожалуйста, подключай. Спасибо, Марина Викторовна. Если меня слышите, помашите мне, пожалуйста. Ну что, я была сегодня предельно кратко, потому что думала, что вдруг не успею уложиться в свои 15 минут. У меня, конечно, было много, что вам сказать, уважаемые коллеги. Но я думаю, что мы вместе с Мариной Викторовной вот так вот аккордно очень много важного вам дали. На все вопросы, которые возникали по ходу, вот пока Марина Викторовна работала, я старалась ответить в чате и публично, и даже некоторым ученикам, которые с нами сегодня были, ребята, в личных сообщениях тоже давала ответы, корректировала их позиции. И у нас даже получился замечательный диалог. И мы просили вас, пожалуйста, если нужны какие-то еще дополнительные материалы, мы можем подгрузить вот во время следующего занятия, которое будет посвящено такому блоку, как «Человек и его здоровье», только оно будет через одно занятие. «Человек и его здоровье»